Сегодня я хотел бы еще продолжить разговор наших последних встреч относительно зеркальной модели Иосифа Хазаия. Мы вернулись с вами к его главе о Моисее, на которой не могли взирать израильтяне из-за сияния его лица, и о мистике, на которого пролит свет Святой Троицы. Как мы помним, Иосифа Хазаия Моисей достиг полноты естественного состояния человека, достиг места ясности и имел то самое кресталовидное сияние, которое имел Адам. С явлением Бога через зримого человека открылся людям и ангелам свет более высокого порядка. И вот мы с вами, разбирая смысл этого сравнения Иосифа Хазаия и Моисея, выстроили, реконструировали его зеркальную модель, когда Иосиф Хазаия говорит о человеке как о том зеркале, который воспринимает божественный свет. И вот в прошлый раз Катя задала много вопросов относительно возможных истоков зеркальной модели у Иосифа Хазаия. И, безусловно, здесь нам еще предстоит копать и искать. Вот у Кати есть своя теория, что описание Иосифа Хазаия может быть связано с описанием устройства человеческого глаза. Да, то есть вопрос в том, на что опираются мистики, описывая свой опыт. Они явно описывают невыразимое. И сам Иосиф Хазаия говорит, что то, что на месте ясности и выше, не поддается описанию слов. Поэтому, когда они описывают пережитый опыт, они берут описание из арсенала имеющихся у них средств. То есть здесь визионерский опыт и традиция оказываются в неразрывной связи. И это отдельная гипотеза, которую нужно проверить, Катяна гипотеза. А я хотел продолжить разговор об истоках тех образов, на которые Иосиф Хазаия опирается. Я вот снова сейчас выведу на экран тот текст из его четвертой сотницы глав о ведении. Да, вот глава, которую мы разбирали в прошлый раз. Мы собирали разные свидетельства Иосифа Хазаия о естественном сиянии человека. Там же у него все, получается, выстраивается вокруг этой идеи, что мистик видит самого себя окруженным сиянием. И постепенно в этом сиянии он видит божественный свет, пока его собственное сияние не перестает быть неразличимым с божественным светом. Вот это модель кристалла, которую Иосиф Хазаия описывает в книге «Вопросов и ответов». Когда кристалл отражает свет, и в конце концов свет солнца становится неотличимым от, как говорит Иосиф Хазаия, сияния кристалла. То есть, в конце концов, естественная красота кристалла становится неразличимой, когда его заливают солнечным светом. И вот описывая разные виды сияния, мы на основе его послания о действии благодати делали табличку, выписали, на каком уровне он говорит о сапфировом сиянии, кристалловидном, где он говорит о свете смешанным с огнем и о безвидном свете. И вот он в главах о ведении дает это описание. Сии способы, которыми душа является на тверде сердца. И вот пять видов, пять уровней. Сапфир и цвет неба, кристалловидный свет, огонь, подобие солнца, безвидный свет. И, как мы помним, сияние сапфира для Иосифа Хазаия связано с чистотой души. Человек видит свою душу, очищенной от страстей, видит ее имеющее сапфировое сияние. Кристалловидный свет – это сияние места ясности, когда мистик видит себя в своем первозданном состоянии и охватывает как материальные творения, так и духовные. Он становится подобным первозданному Адаму, который был связующим звеном между духовным миром и материальным. Душа видит себя в виде огня. То есть это вот тот переход от кристалловидного света к огненному сиянию, когда человек уже подступает к видению божественного света. И это созерцание суда и промысла. И, наконец, человек видит себя подобным солнцу, а затем видит себя облеченным безвидным светом. И мы с вами говорили о том, что здесь внутренняя логика прослеживается. Постепенно человек становится зеркалом для божественного света, явленным через человечество Христа. Мы помним, что на языке Церкви Востока человечество Христа именуется солнцем правды, отсылкой на текст пророка Малахии. И смысл солнца здесь в том, что солнечный диск обозрим, в отличие от солнечного света, который невозможно одновременно охватить взором. И вот смысл здесь такой, что и человечество Христа доступно для восприятия, и через него становится доступным человеку божественный свет. То есть внутренняя логика этого образа остается ясной, но, отвечая на поставленный Кате вопрос, откуда берутся конкретные элементы этого рассуждения, упоминание о кристалле и упоминание о сапфире, хочется на этом дополнительно заострить внимание. И для начала я хотел поговорить о библейских истоках этого описания. А вот когда Иосиф Хазай говорит о том, что сапфировое сияние – это цвет чистоты души, и это первое, что видит человек в своем мистическом опыте, когда он обретает видение самого себя, первая отсылка, которая приходит в голову – это Евагрий Понтийский, его трактат «Скэммата» или «Мысли», где он говорит «Если кто желает видеть состояние ума, пусть он отрешится от всех мыслей, и тогда увидеть себя схожим сапфиром и сияющим небесным светом». Когда Алексей Иванович Сидоров переводил это изречение Евагрия Понтийского, он добавил там в скобках «пусть отрешится от всяких греховных мыслей», но Евагрий говорит «отрешится от всяких мыслей». То есть для него подлинное состояние ума достигается, точнее, познается тогда, когда движение мыслей, образов и форм не препятствует созерцающим, пусть отрешится от всяких мыслей, и тогда увидеть себя схожим сапфиром и небесным цветом. Вот у нас у Иосифа Хазая есть отдельное размышление о небесном свете, а есть о небесном свете, для него это разные способы описания. И мы не раз говорили, что Евагрий Понтийский опирается в данном случае на библейский текст. Я хотел сегодня заострить на нем внимание, тем более, что для Иосифа Хазая библейский текст был самостоятельным источником, на который он опирался и независимо от Евагрия. Вот это 24 глава книги «Исход», описание знаменитое, и богословски оно кажется непростым, потому что там говорится о видении Бога Израилева, и вообще боговидение – тема, которая часто поднимается в Ветхом Завете. И в одних случаях говорится о том, что невозможно видеть Бога и быть живым, а в других случаях описывается про опыт видения Бога. И вот 24 глава книги «Исход», в ней говорится о заключении Завета. Как раз накануне в главах 21, 22 и 23 приводятся те законы, которые Моисей должен объявить израильтянам, так называемую книгу Завета. И как раз в 24 главе накануне сказано «И взял книгу Завета и прочитал вслух народу, и сказали они все, что сказал Господь, сделаем и будем послушны». Говорится, что после этого, когда Моисей прочел народу книгу Завета, но вот то, что народ ему отвечает, все, что сказал Господь, сделаем и послушаем, это отдельный предмет для осмысления в еврейской традиции, потому что здесь дело ставится на первом месте, а послушаем ставится на втором месте. И это вот такой библейский мем, если угодно, в равонетической традиции, о том, что народ Израиля скорее сначала делает, нежели понимает. Ну и вот, например, в трактате «Шаббат» эта фраза осмысляется и приводятся разные примеры. Там, как, например, Саддукей застал мудреца равонетической традиции глубокой медитации, когда он наступил на пальцы своей руки, и из пальцев потекла кровь. Значит, Саддукей говорит, вот про вас сказано, что вы сначала делаете, а потом слушаете, что вот у вас ревность не по разуму. Ну вот, значит, народ отвечает, сделаем и будем послушны. И Моисей совершает окропление народа кровью. И вот как раз после этого, после прочтения книги Завета сказано, «Затем Моисей, Аарон, Надав и Авиуд, и семь сестерейшин Израиля взошли на гору и увидели Бога Израилева». Вот это я сейчас читаю по переводу РБО. Теперь, словно бы Сапфировый помост был у него под ногами, чистый, как само небо. Вот то самое место, которому отсылает Евагрий, говоря о Сапфировом сиянии. Вот, и дальше сказано в одиннадцатом стихе. И он не простер руки, и теперь я по синдальному читаю, вот, который в боках у меня. Он не простер руки своей на избранных из сынов Израилевых, они видели Бога и ели и пили. И вот это место, оно удивляет, потому что, с одной стороны, описывается Богоявление, и описывается Сапфир, который имел такое большое значение для мистиков. То есть, здесь встреча народа с его Богом. Здесь Богоявление, здесь Сапфировое сияние. А с другой стороны, говорится о том, что народ ел и пил во время этой встречи. Вот эта фраза «они видели Бога и ели и пили». То есть, она вызывает вопросы, какая теология стоит за этим. Вот, и об этом тоже стоит нам поговорить. Вот, теперь посмотрим на синодальный перевод по изданию Московской Патриархии со вставками Септуагинты. И вы увидите, что здесь переводчики на греческий язык, когда в III веке до Новой Эры переводили этот текст, сама фраза «видели Бога Израилева» показалась им богословски некорректной. И они добавили место стояния Бога Израилева. То есть, получается, что они видели не самого Бога, а место, на котором он стоял. И эта вставка тоже вызывает вопрос, потому что, с одной стороны, они подчеркнули божественную невидимость, а с другой стороны, они подчеркнули божественную антропоморфность, сказав о месте его стояния. С другой стороны, здесь они опирались на сам же библейский текст, потому что в библейском тексте прямо сказано о том, что находилось у него под ногами. Но, тем не менее, показательно, что «видели Бога Израилева», они отказываются передавать именно такой смысл еврейского текста. Они указывают на то, что они видели место Бога, но не видели самого Бога. Вот идея места Бога тоже вдохновила Евагрия Понтийского. То есть, 10 стих 24 главы книги «Исход» не только образ сапфирового сияния подарил Евагрию, но он и подарил ему представление о месте Бога. И Евагрий Понтийский говорит «безвидный свет есть место Бога». То есть, понятно, опять же, что Евагрий Понтийский не понимает места буквально, для него место – это не свидетельство того, что Бог ограничен, а для него это свидетельство того, что в случае с библейским текстом он понимает место не в пространственных категориях, для него это свидетельство того, что Бог неуловим, скорее, для чувственного восприятия. Но он говорит, что такое место есть, и это место – это безвидный свет. И то, что свет безвидный, не имеет никакого подобия, никакого образа, вот как раз-таки такое описание этого света подчеркивает, что Евагрий место не понимает в пространственных категориях. Для него это указание на то состояние, в котором Бог открывает себя. Вот здесь я привел текст древнееврейский, оригинальный. Здесь так и сказано, что они видели Бога Израиля, в Айер-У, это Лу-Ге Гесраэль, в Тахат-Раглав, под его ногами. И вот здесь интересная конструкция, которую трудно перевести буквально. Говорится, под ногами его, как дело, вот если совсем буквально переводить, то как дело или как работа сапфирового кирпича и как кость неба по чистоте. Но вот слово «кость» имеет также переносное значение, может употребляться как местоимение, как возвратное местоимение себя или как местоимение сам. И вот как раз здесь имеется в виду, что как самое небо по своей чистоте. То есть как изделие из сапфирового, ну вот как в переводе российского и библейского общества передали, изделие сапфирового помоста, как работа, похожая на сапфировый помост, и по чистоте своей, как самое небо. Вот важно, что здесь упоминается чистота. Как мы помним, для Иосифа Хазаи сапфировое сияние это как раз то состояние, которое видится именно на месте чистоты, на первом из этапов мистического восхождения. В греческом тексте тоже здесь говорится «те», «катариотити», то есть «по чистоте своей». И в сирийском тексте говорится «хзау ла ла га дь Исраэль». Да, «хзау ла ла га дь Исраэль». И здесь говорится тоже, буквально эта фраза означает «они увидели Бога Израилева». То есть в том тексте, который читал Иосиф Хазаи, говорится именно о видении Бога Израилева, а не о видении его места. Говорится о том, что они увидели Бога, подразумевается, что непосредственно. И дальше точно так же говорится, что под его ногами как бы изделие из сапфира, как бы подобие из сапфирового кирпича, и как цвет в «ах», «крома», «крома», «цвет». Катя, сразу нам «хрома» напоминает греческое, это грецизм в сирийском. Как цвет неба по чистоте. И здесь используется слово «дахьюса», «чистота», как раз то самое, которое Мойсиф Хазаи обозначает первый этап восхождения. Итак, что стояло за этим текстом для разных этапов, его осмысления в библейской традиции в первую очередь и в позднейшей еврейской традиции? Интересно, что в документе, в Медраши, Медраш – это толкование на священное писание, вот есть слово «мадраша», которым обозначаются поэтические произведения в сирийской традиции. Есть знаменитые «мадраша» Еврема Сирина, например, есть мемра с одинаковым количеством слогов в каждой строке, и есть «мадраша» со сложно устроенной строфой, в которой количество слогов в разных стихах может варьироваться, но рисун на каждой строфе повторяется, как в сонете. И вот есть такой медраж на книгу «Исход» «Махильта раби Ишмаэля», слово «махильта» означает «мера», и этот текст представляет собой комментарий на отдельные повествования из книги «Исхода». А вот есть работа «Фишбейн» про армянистическое мифотворчество, в которой анализируется осмысление этого самого стиха о сапфире в «Медраше», ориентировочном IV века «Махильте раби Ишмаэля». И интересно, что в этом тексте, в «Махильте», вовсе не на мистический аспект, не мистическому аспекту уделяется внимание, точнее, мистическому, но не созерцательному. Я обратил ваше внимание на то, что сапфировые изделия в еврейском тексте названо словом «львена», то есть «кирпич», буквально. То есть буквально под ногами у Бога был сапфировый кирпич. И имеется в виду, что это сапфировый помост, что это такое прокровенное изображение места, где он обитает. Но, как мы помним, в книге «Исход» кирпичи должны были делать пленные евреи под властью фараона. И как раз-таки в «Медраше» уделяется внимание этому обстоятельству, что израильтяне должны были делать кирпичи из глины. И для них это указание на кирпич, который у престола Божьего, для них это тоже символ рабства. Это не возвышенный символ чистоты, не символ небесного дворца, который дальше можно осмыслить мистически. Для них это символ угнетения. Вот для них это как дерево поваленное, нальсаповали. Для них это символ, который вызывает негативные ассоциации. И отсюда в «Мехельте» делается такое толкование. Когда народ Божий находится в пленении, тогда ишхина, божественное присутствие, пленяется вместе с ним. Ну и дальше перечисляет Фишбейн в разных источниках ревенитических представлений о том, что пока израильтяне, значит, делали кирпичи, тогда на небе виднелось огромное изображение кирпича. В общем, Бог уходит в плен вместе со своим народом. Бог переживает стеснение вместе со своим народом. И подтверждение этого «Мехельта» дает ссылку на 63-ю главу книги пророка Истайи, в которой сказано 9 стих. «Во всякой скорби их Он не оставлял их, И ангел лица его спасал их. По любви своей и благосердию своему Он искупил их, Взял и носил их во все дни древние». Да, вот во всякой скорби их Он не оставлял их. Вот и в еврейском тексте Исайя сейчас тоже открою. Вот даже если буквально понимать, да, вот здесь, на самом деле, в синдальном переводе очень передали как-то благочестиво, испугались, видимо, антропоморфизма. Во всякой скорби их Он не оставлял их. В еврейском тексте говорится «Во всякой скорби их» и ему было скорбно. Сейчас я выведу тоже на экран. Вот программы BibleWorks. Вот здесь тоже интересная история. Вот, ну, если кто-то знаком с древнееврейским, да, здесь написано «Бхоль царатам» во всех, во всякой их скорби. Написано «Льо цар», буквально «Он не скорбел». И вот здесь вот это написание «Ламет-Алев» Масареты отметили значком «Ксив» пассивным причастием «Ксив» так написано и сделали примечание «Кре» читай «Ло» «Ламет-Вав». «Ламет-Вав» означает «Ему». То есть написано «Во всякой скорби их Он не скорбел». Масареты предписали это читать «Во всякой скорби их» и ему было скорбно. Он скорбел себе буквально. И судя по тому, что Мехельта Раби Ишмаэля именно в этом же смысле понимает стих, то это было не произвольное решение мусаретов, а это была традиция, на которую они опирались. Но при этом, да, вот «Попишите», говорится «Бхоль» «Уль-Санай-Хон ля-Але-Цен-Нон». Да, вот они там явно читали «Не». В сирийском сексе сказано буквально «Во всех их скорбях он их не притеснял». Но в еврейской традиции этот стих Исаии 63-9 читался так, что «Во всякой их скорби» и ему было скорбно. То есть они «Ло» читали не как «Не», а как «Ему». И вот в переводе российско-библейского общества тоже говорится «Всякая их скорбь была его скорбью». И вот как раз в «Михельте рабе Ишмаэля» говорится, что символ этого кирпича, символ унижения перед Божьим престолом это указание на то, что он сострадает своему народу, что его шхена, его божественные действия, его присутствие вместе с Израилем уходит в плен. Мотив, который дальше уходит и в позднейшую еврейскую мистику, и детально этот мотив присутствует и в книге Зогр, наиболее известном каббалистическом трактате, и в других памятниках еврейской мистической традиции. То есть получается, что отсюда выход идется в другую сторону, не к созерцанию, а к мистическому осмыслению боли, к мистическому осмыслению страдания. И согласно Михильте Раби Ишмаэля, первая часть этого стиха относится к их страданию, а слова «чистый, как самое небо» относятся к их избавлениям. То есть вот бедрашенный исход понимается здесь как указание на пленение Ишхины и как на освобождение народа. Стало быть, и сапфир, и небесный свет оказываются здесь понятиями не соединенными, как у Евагрия, они соединяются сапфиром, небесное сияние. И как и Иосиф Хазая говорит, что эти два сияния связаны друг с другом, точнее даже, что это обозначение одного и того же состояния. А для еврейской традиции, выраженной в Мехельте Раби Ишмаэля, эти понятия различаются между собой, отделяются друг от друга. Вот такое любопытное обстоятельство. Но при этом, если не смотреть на последующую традицию толкования, а смотреть на изначальный библейский текст, здесь есть важный богословский момент, обнаруживающий связь с последующим мистическим осмыслением этого стиха. В этом описании ничего не сказано о том, как Бог Израиля выглядит. Здесь говорится о том, что они видели Бога Израилева, Израилева, ничего не говорится о его внешности, говорится под его ногами нечто подобное работе из Сапфира. То есть таким образом, даже без поправки, которая сделана в септуагенции, что они видели место Бога Израилева, даже без этой поправки, очевидно намерение автора подчеркнуть неописуемость Бога. Он говорит лишь о том, что под его ногами, не говорит о том, как он выглядит. Он говорит о его подножии, или как в других библейских текстах говорится о его престоле, но не говорит о том, как выглядит он. И опять же мне встречалось мнение, насколько я понимаю, это мнение общепризнанное, но здесь нужно спросить археолога, который может оценить археологические свидетельства и исторические свидетельства, связанные с древнееврейской культовой архитектурой. Вот что сам Ковчег Завета, стоявший в святом святых, имеет параллели с храмовой архитектурой ханонейских народов, и Ковчег Завета занимает место трона, при этом в еврейском храме трон Бога был пустым. То есть опять же Ковчег Завета становится символом Богоявления, но самого Бога, восседающего на Ковчеге, открывающегося через Ковчег, не видно. Не случайно для антиохийской традиции и впоследствии для восточно-сирийской традиции крышка Ковчега Завета это символ человеческой рода Христа рода Христа. Вот этот лист, который называется и крышкой и очистилищем, то есть есть у него название связанное с его материальной функцией и название связанное с его духовной функцией, так и по Христе есть его человечество, человеческая природа нам доступная и есть божественное становящееся видимой через человечество. То есть вот здесь мы видим в разных библейских описаниях представление о том, что Бог сам по себе не описуем, но можно описать его престол или его подножие. И вот здесь я как раз поместил скрин из комментария Хамильтона, в котором он обращает внимание на это обстоятельство. Никто не описывает то, что он видит. И они описывают, и даже говоря о подножии сапфира, они говорят как, будто подножие сапфира. Оно описывается, а Бог остается неописуемым. И вот этот момент важен для понимания последующего мистического осмысления сапфирового сияния. Для Иосифа Хазайи, который построил наиболее детальную систему переходов от одной степени созерцания до другой, от одного сияния до другого сияния, для Иосифа Хазайи сапфировая цвет, это цвет чистоты души, цвет места чистоты, как мы говорили не раз. И это мистический опыт, но еще не опыт боговидения. Это опыт души, которая приближается к боговидению, которая вступает в душевную степень, поднимается к месту ясности, но это не видение божественного света. Сапфировый свет это созерцание душой своей естественной чистоты. И уже тогда, когда Иосиф Хазайи говорит о сиянии пристала, тогда он начинает описывать и зеркальное отражение того, что открывается выше естественных возможностей человека. И вот еще касательно этого места по поводу собственно фразы следующего стиха о том, что они видели Бога и ели и пили. Опять же не говорится ничего в деталях подразумевается ли, что Бог участвует в этой трапезе или не подразумевается, но вот сами слова ели и пили здесь имеют тоже конкретный богословский смысл. Как я сказал, Моисей сначала зачитывает книгу Завета, и кропит народ кровью. И заключение Завета часто как раз сопровождалось совместной трапезой. Ну и есть в Библии подобные примеры, когда опять же заключается Завет и участники Завета едят и пьют вместе, то есть используется похожее выражение при этом. Ну, например, в рассказе про Исаака, когда Исаак с Мелихом заключает завет, как раз тоже используется выражение, что они ели и пили, то есть он устроил для них пир. То есть, несмотря на то, что сначала это описание кажется грубым, антропоморфным, на фоне упоминания мистически значимого голос не звучит и его не видно. То есть это описание, которое на первый план кажется достаточно грубым и антропоморфным, оказывается наоборот попыткой изобразить незримое и изобразить поступы к незримому. И как раз это значение переходит в восточно-сирийскую мистическую традицию, где сапфировое сияние, естественное сияние человеческой природы, зримое в месте чистоты, становится подступом к последующему опыту боговидения. Но это не единственное место, где появляется сапфир в мистическом контексте Ветхом Завете. И есть еще одно значимое место, про которое мы точно знаем, что Иосиф Хазая на него впирался, и он его истолковывал. Это видение пророка Иезекииля. Один из ключевых текстов, оказавших влияние и на еврейскую, и на христианскую мистику. Помните, Иезекииль видел загадочных животных четырех ликих. Вот те самые лики, те же самые, что потом упоминается в книге Апокалипсис, лики тельца, льва, орла и человека. И Иосиф Хазая прокомментировал видение на Иезекииле, Авдиша Барбриха, можно сказать, можно его назвать последним из великих, из классических восточно-сирийских авторов, умерших в 1318 году и, помимо прочего, составивший описание известных ему памятников сирийской литературы, оригинальных и переводных, каталог церковных книг. Авдиша Барбриха упоминает, что Иосиф Хазая написал толкование на видение Иезекииля. И среди текстов Иосифа Хазаи, среди сохранившихся до нас текстов такого толкования нет. А когда мы с Александром Преображенским нашли один из фрагментов книги глав о Ветине, в нем оказалось толкование на книгу пропа Иезекииля. Достаточно подробное. Важно, что это толкование на видение Иезекииля сохранилось в нескольких рукописях, то есть по крайней мере три рукописи известны. И одна восточно-сирийская и две западно-сирийских. То есть это толкование имело хождение. Да, оно занимает один, это толкование занимает примерно один лист, то есть две страницы. Да, вот сто 58-й лист Парижской 434-й рукописи. И он там упоминает про этот сапфировый свод, он дает подробное толкование этим животным, которых видел Иезекииль, говорит, что это символы созерцаний, от созерцаний телесных до созерцания Святой Троицы, и обращает внимание он там и на сапфировое сияние. И вот что важно для нашего сейчас разговора. Над головами животных было подобие свода, как вид изумительного кристалла, простертого сверху над головами их. И вот дальше, спустя несколько стихов, а над сводом, который над головами их, было подобие престола по виду как бы из камня сапфира, а над подобием престола было как бы подобие человека вверху на нем. И вот здесь упоминается уже не подножие, а упоминается здесь сапфировый престол. И Иосиф Хазая, касаясь этого текста, говорит, что здесь сапфир указывает на естественную чистоту души, то есть здесь он как раз-таки отсылает тому самому сапфировому сиянию язык для описания которого взял у Евагрия Понтийского, ну и соответственно опирался и он на текст пишет вот где сапфир связывается с чистотой Дахьюса, ну и на Евагрия, который в свою очередь опирался на этот текст исхода по Септуагинте, да, 24 главу, 10 стих. Здесь сапфир тоже связан с сведением и что еще важно, здесь же говорится о том, что на головами животных было подобие свода, как вид изумительного кристалла. Если мы посмотрим на перевод РБО, да, вы здесь не пояснили, что это перевод российского библейского общества, то здесь иначе звучит эта фраза, он сверкал словно ледник, наводящий ужас, и распростирался над их головами. То есть в переводе российского библейского общества о кристалле не идет речи. И действительно, если мы посмотрим еврейский текст, то там говорится, что подобие над головами животных, животного буквально, ракия, ракия это свод, твердь, то самое слово, которым в первой главе книги бытия обозначается небесная твердь. Кэн хаккэрах и кэрах это лед, то есть действительно в еврейском оригинале книги Рокко Изекииля говорится о том, что твердь, что свод подобный льду, да, хаккэрах ганора, ужасному льду буквально, да, ужасному леднику, вот ледник наводящий ужас, как это говорил Михаил, Михаил Георгиевич, но под редакцией Михаила Георгиевича был сделан этот перевод, да, над их головами. Но в тексте «Пиши ты» в 22-м стихе первой главы книги Рокко Изекииля говорится, что был свод из кристалла, то есть там как раз-таки стоит не слово глиза, лед, а стоит слово крусталлос, то есть собственно передача опять же грецизм, который указывает на кристалл, и ровно это же самое слово крусталлос использует Иосиф Хазая, говоря о кристалловидном сиянии на следующем этапе после места чистоты, на этапе места ясности, то есть вот опять же мы думали, откуда мог взять кристалловидное сияние Иосиф Хазая, есть красивое описание подобия кристаллов книги Апокалипсис, да, в Откровении Анна Богослова, но эта книга не входит в канон Церкви Востока, и действительно вот помня описание последних времен и прихода Антихриста в мемрии о природе божественной сущности Иосифа Хазая, да, мы знаем, что там он говорит о приходе Ильи и описывает последовательность действий не так же, как описывается эта последовательность в книге Апокалипсис. То есть он явно не опирается на книгу Апокалипсис, говоря о последних временах. Вот мы это разбирали сами, когда комментировали текст Афнимарана о приходе Ильи, который возрадует все творение. И вот очевидная отсылка, на которую указывает отец Паула Рафаэля Пульезе, написавший докторскую диссертацию по стандартному корпусу глав о ведении Иосифа Хазаи, сохранившемуся в западно-сирийской традиции и идентифицированной отцом Роберро Мбелле, вот отец Паула Рафаэля Рафаэля Пульезе обратил внимание на кристалловидное сияние Адама, как об этом говорится в Пещере Сокровищ, как о возможном источнике для Иосифа Хазаи. Но вот мы видим, что и библейский источник для него возможно есть, это тот самый свод, который был простерт над этими животными. И если Иосиф Хазаи престол и свод у него кристалловидный, а престол для него сапфировый, видимо, эти образы тоже должны были иметь для него мистическое значение, как выражение разных этапов зерцания. Но вот он сапфировое сияние затрагивает в своем толковании, о кристалловидном сиянии он не говорит. Вот я сейчас это толкование тоже открою. Вот этот текст, который здесь перегружен словами сирийскими, потому что кажется важным для всего подобрать точные аналоги. Ну вот достаточно большое описание. Да, вот как раз как я сказал, что животное четырьмя лицами, для него это образ ума, приявшую видение трех созерцаний, а лицо человека есть образ созерцания святой троицы, а вместе и тайна единения человека от нас с Богом словом. Да, вот здесь очень важно, как Иосиф Хазаи выстраивает свое описание. Он говорит здесь о том, что, то есть животное с четырьмя лицами, у него лицо тельца, льва, орла и человека, и он говорит, что это образ ума, принявшего видение трех созерцаний, то есть говоря о животном этом в целом, а потом говоря о человеческом лице, он отдельно говорит, что это созерцание святой троицы, то есть получается, что он сначала, говоря о четырех ликом животном говорит, что это образ ума, а потом получается одно из ее лиц истолковывает отдельно, считая, что это уже указание не на образ ума, а на созерцание. И вот в свете зеркальной модели, которую мы рассмотрели, получается, что он опять же говорит здесь об опыте переживания трех созерцаний телесных, бесселесных и суда и промысла, как о том опыте, в котором еще можно говорить о состоянии ума и когда мистику доступно его состояние ума, а о созерцании Святой Троицы он говорит отдельно, потому что это созерцание он описывает уже как то состояние, в котором мистик становится выше всего тварного и в конце концов забывает себя самого. Вот такой важный нюанс, который мы видели и в его описании сияния человека, сапфировое сияние, кристалловидное сияние и свет смешанный с огнем, он еще говорит о состоянии человека естественным и о приближении его к сверхъестественному, а когда он говорит о вступлении на духовную степень, он уже говорит о безвидном свете, который облекает человека, то есть он видит себя в божественном свете и не видит своего собственного состояния. Ну и дальше Иосиф Хазая дает детальное описание других, дает описание других элементов, вот может быть сейчас не стоит углубляться в это описание, отходя от остальной темы, но он описывает все детали для него совершенно в духе евагриевой традиции, а не традиции Федора, каждый элемент имеет здесь значение и он подходит дальше к описанию свода да, он и лица начинает снова осмыслять уже не как образы созерцаний, а как образы разных частей души, то есть он допускает здесь толкование в несколько уровней, да, и вот то, что он слышит глаз Божий, он говорит, что это откровение созерцания Троицы, и тоже это важная деталь, да, потому что мы видели, что Иосиф Хазая считает слышание более высоким состоянием, чем видение, потому что слышание для него связано с уразумеванием, и для него эта иерархия мистических переживаний действует до соединения с божественным светом, здесь он говорит о созерцании Святой Троицы, но возможно он связывает голос Бога с созерцанием Троицы, потому что голос Бога опять же делает, это описание подразумевает, что Бог сам незримый, что сам Бог неописуемый, что только о его голосе можно говорить, и созерцание Троицы Иосиф Хазая тоже описывает как превышающая возможность описания, превышающая всякую сложность. И вот как раз здесь он говорит, над сводом, которым головами их находилось будто подобие камней сапфира, и вот здесь как раз он говорит о том, что это естественное состояние ума. И интересно, что дальше и здесь Иосиф Хазая говорит об огненном престоле, и слово огненный он добавляет от себя. То есть получается, что он отделяет образ сапфира от образа престола. Вот опять, если мы откроем введение Изекииля, здесь синодальный перевод оказывается более близким к еврейскому оригиналу. И говорится как раз подобие престола по виду как бы из камня сапфира. И в оригинале говорится над их головами как бы образ камня сапфира подобие престола. Подразумевается, что это сапфировое видение подобно престолу. В тексте пишите говорится, что выше свода, который над их головами, как бы вид камня сапфира и как бы подобие престола. Здесь они добавляют, как это часто бывает пишите, союз и. В еврейском тексте говорится как бы вид из камня сапфира над их головами подобие престола. То есть имеется в виду, что подобие престола это приложение. Вид марэ, да, нечто, вот, некое видение или некий вид из камня сапфира подобие престола, которое есть подобие престола. А пишите, ну, здесь текст Полейдинской пишите, это критическое издание, возможно, в руку при всех есть разночтение, но вот как раз тот вариант, который в критическое издание был включен, он объясняет и ход, которым пошел Иосиф Хазайя. Здесь говорится про, значит, как бы вид камня сапфира и, да, вот, кто занимается сирийским, узнают здесь, да, буквы вав, вав, алоф, йод, икав, да, вах, да, и как бы, вах, дмуса, да, хурсья, да, и как бы подобие престола. То есть для пишите, текст пишите, можно понять так, что подобие сапфира и подобие престола, это разные видения Эзекииля, разные элементы этого видения. А Иосиф Хазаи разводит их эксплицитно еще дальше и при этом он называет престол огненным. То есть для него сначала сапфир, который Иосиф Хазаи объясняет как естественное состояние ума в соответствии с другими описаниями его, которые мы рассматривали, а над сапфиром у него престол Иосиф Хазаи называет его огненным престолом. И вот опять мы вспоминаем ту схему из четвертой сотницы глав поведения, когда Иосиф Хазаи говорит о том, что после места чистоты ум поднимается вместо ясности, видит себя окруженым кристалловидным сиянием, а когда поднимается выше, видит себя в свете смешанным с огнем. И чем ближе человек подходит к созерцанию божественного света, тем более огненным становится становится описание Иосифа Хазаи. И в прошлый раз справедливо указал Виктор Неавитас о том, что границей между душевным уровнем и духовным для Иосифа Хазаи оказываются огненные движения, простирающиеся в человеке, то есть он здесь прямо связывает с этим огненным видением переход к созерцанию божественного света. И вот тут получается он выделяет несколько этапов, говорит о сапфировом сиянии, которое место чистоты, и над ним огненный престол, и на престоле подобие человека, вот то, что подобие человека оказывается в описании видений славы Божьей в языке Илья, это очень сильный образ связанный в том числе с мессианскими идеями и в иудаизме и в христианстве, однако Иосиф Хазайя здесь осмысляет это подобие человека не как указание на воплощение и не как указание на видение Христа, а он говорит о царствовании ума на страстями, когда он усовершится и достигнет полноты во всех добродетелях. Опять же, Иосиф Хазайя говорит о преодолении страстей на разных этапах, но достижение совершенства и достижение полноты Иосиф Хазайя связывает с местом ясности. И на прошлых встречах мы разбирали его описание из послания о трех степенях иноческого жития, где Иосиф Хазайя говорит об искушениях, которые испытывает мистик на душевной степени, когда он приближается к месту ясности, и когда он преодолевает тяжелые искушения, когда он преодолевает те сукали помышления, сукали буквально прозрения, понимания, постижения, но которые в данном случае не от Бога и ангелов к нему приходят, а от демонов, когда он их преодолевает, восходят у него две печати в образе звезды, сияющей светом Святой Троицы, и эти две печати указывают на совершенство в добродетелях, они указывают на целомудрие и на святость, вот в прошлый раз Анна задавала вопрос, в чем разграничивает, то есть в Хазая, в чем проходит разграничение между этими добродетелями, я пока могу осторожно предположить, что одно указывает на состояние человека, на его целостность, на полноту его естественного состояния, а другая указывает на внешний или наоборот внутренний мистический аспект этого состояния, одно указывает на состояние его природы, а другое указывает на божественные действия, которые реализуются в этом состоянии. Иосиф Хазая, когда он говорит о звезде, как о состоянии ума, о звезде, сияющей светом Троицы, он говорит о полноте естественного состояния человека, о достижении совершенства в добродетелях. И когда он говорит о царствовании ума на страстями, он подразумевает, что человек поднимается, что он не просто преодолевает страсти и свои наклонности, а он поднимается выше уровня борьбы. То есть здесь, судя по описаниям, которые говорит, которые приводят Иосиф Хазая, это описание может соответствовать месту ясности. И тогда у нас получается это описание созвучно тем, что мы видели в других местах, в послании о действии благодати и в главах о ведении, когда он говорит о сапфировом сиянии и об огненном сиянии, и одно связывается с чистотой, с местом чистоты, а другое связывается с преуспеянием в месте ясности. То есть для него огненный престол, на котором подобие человека, это ведение того же порядка, что звезда, восходящая в сердце, сияющая светом троицы, звезда, указывающая на полноту естественного состояния человека и на то, что он приближается к вступлению в духовную степень, к видению божественного света. И вот сама эта звезда, символизирующая естественное состояние человека, или не символизирующая, а в образе, который он видит это состояние человека, сияющая светом троицы, вот сам этот вид сияния, само это описание божественного сияния от состояния ума, это тоже проявление зеркальной модели. И здесь есть еще одно сходство, в главах о ведении есть еще одно описание этой звезды, которое мы с вами не рассматривали. Иосиф Хазаи говорит о том, что мистик, когда видит первый раз эту звезду, он пугается ее, и он пугается ее жара. Вот это, пожалуй, единственное место у Иосифа Хазаи, где он говорит еще и о жаре звезды. И вот мы с вами, разбирая разные места, где Марий Иосиф говорит о видении звезд, видении Луны и Солнца, видели, что звезды для него во множественном числе это прозрение отварных материальных природах, духовных, наконец, от тайны будущего века, а звезда в единственном числе для него это состояние ума. И вот он говорит о звезде, которая пылает этим жаром. И опять же, это описание звезды для него связано с приближением к духовной степени, к видению божественного света. Да, и вот здесь он говорит о жаре звезды, а здесь он говорит о богином престоле, который тоже указывает на полноту естественного состояния человека. То есть опять оказываются соотносимы эти образы между собой. Разные описания Иосифа Хазаи, разные описания того сияния, в котором мистик видит окруженным себя и видит себя переходящим от сапфирового сияния через кристалловидное огненному. Таким образом, мы видим, что действительно на текст Иезекииля Иосиф Хазаи прямо опирается. Вот наряду с текстом исхода 24 главы 10 стиха 24 главы, на который Иосиф Хазаи опирался непосредственно и в интерпретации Евагрия для него имело значение и видение Иезекииля, который в данном случае он как раз описывает как указание, как мы видим, он видение Иезекииля понимает чисто антропологически. Его понимание этого видения интересует в первую очередь мистическая антропология. Его интересует состояние человека в мистическом опыте. И он в разных ракурсах это состояние описывает. Сначала говорит о состоянии ума, пребывающего в разных созерцаниях, и отдельно описывает созерцание Троицы как превышающие пределы естества. Говорит о различных частях души, говорит о добродетелях души, и, наконец, говорит о подобии сапфира и подобии огня. Причем образ огня он добавляет сюда помимо текста Пешитта. Отталкивается от текста Пешитта, где говорится отдельно о сапфире и о престоле и добавляет туда указания на огонь в согласии с другими своими мистическими описаниями и, соответственно, опираясь на свой мистический опыт. Интересно, что здесь он не упоминает о сиянии кристалла. То есть этот момент он пропускает в своем рассуждении, но при этом он все равно выстраивает ту последовательность, которая соответствует его представлению о движении от места чистоты к месту ясности. Это второй библейский сюжет, который я хотел рассмотреть в связи с истоками зеркальной модели Мар-Иосифа. Я бы сейчас хотел рассмотреть еще третий сюжет, который будет требовать еще последующей детальной проработки. Это параллели между первой книгой Еноха и описаниями Иосифа Хазая. И здесь мы видим очевидное влияние этого текста на восточно-сирийскую митическую традицию, но звенья, по которым это влияние выстраивалось, еще нуждаются в дополнительном исследовании, в том, чтобы эти звенья полностью восстановить. И поговорив об этом, я хотел бы рассказать о двух схемах, которые мы так или иначе отчасти затрагивали на прошлых наших встречах, которые в своей зеркальной модели Иосиф Хазая синтезирует. Про Еноха нам уже доводилось говорить в связи с Афнемораном и в связи с Иосифом Хазаей. Мы помним, что говорится про Еноха, что он жил 65 лет и родил свою первенца. Вот такой еще лет дается в еврейском тексте Библии и в Пишите. И потом он еще жил 300 лет, родил сынов и дочерей и говорится, что Енох ходил пред Богом, буквально ходил с Богом. Говорится, что его не стало, потому что Бог его взял. Не говорится о его смерти. И отсюда возникло древнее представление о том, что Енох был вознесен на небо. И очень богатая мистическая традиция, связанная с именем Еноха, развилась в еврейской культуре. И вот, собственно, древнейшая часть первой книги Еноха, книга стражей, так называемая, первые 36 глав, если смотреть по эфиопской версии книги Еноха, считаются составленными в третьем веке до новой эры. Игорь Романович Танцлевский, давая резюме взглядом исследователей и указывая на данные радиоглеродного датирования кумранских фрагментов различных отделов книги Еноха, указывает, что общее мнение сейчас принятое это третий век до новой эры как датировка для самой ранней книги Еноха, самой ранней части книги Еноха, раннего отдела книги «Стражей». Вот того отдела, где говорится о падении части ангелов, вступлении их в связь с земными женщинами, рождении исполинов от них. И там Енох уже выступает человеком, который возносится на небо, который пребывает с ангелами и которым открываются различные тайны мироздания. То есть как минимум с третьего века до новой эры образ Еноха не то, чтобы мистифицируется, Енох становится прототипическим мистиком. А во второй части книги Еноха в книге «Подобий» описывается прославление Еноха как сына человеческого. И здесь есть явная параллель между книгой «Подобий» и седьмой главой книги «Гнила», где говорится о даровании славы сына человеческого. И в сирийской традиции вот мы с вами видели, что образу Еноха тоже уделяется значение, хотя он не оказывается прототипическим мистиком, он оказывается скорее примером праведника. Вот мы можем вспомнить место, которое мы читали у Рабана Афнимарана «Труд 30 связок лет ввел подвижников первое наследство». И вот здесь я говорил, что здесь автор создает игру слов для своих читателей. Он слово «эсара» «связка» соотносится с «эсра» «десятка». И, видимо, это было такое, в том числе, учебное упражнение для монахов, для которых сирийский язык был литературным языком, который они должны были выучить, даже если их родным языком был один из арамейских диалектов. Ну и, соответственно, читатель должен был понять, что 30 связок это 30 десятков, и должен был понять, что имеется в виду, что это, видимо, 300 лет, а 300 лет Ено ходил пред Богом, или Ено ходил с Богом. И вот что это за первое наследство? Мы коротко, когда разбирали главу Афнимарана, прошлись по этому тексту, мы говорили о том, что для глава видения Афнимарана наследник – это тема, которая обыгрывается на разных уровнях, он человеческую природу Христа называет наследником божественной природы, он говорит о мистическом опыте, как о получении наследства, а здесь он говорит о том, что Енох получил первое наследство. Что это за первое наследство? и по этому поводу комментаторов Немарана говорит, что первое наследство – это рай, из которого вышел Адам, а Адам – это сын и его наследник. И комментаторов Немарана не поясняют, что имеется в виду – рай, из которого вышел Адам. И, видимо, он не поясняет это потому, что это было общепринятое знание, и об этом говорит Иосиф Хазай в «Мемрия о природе божественной сущности», его произведение, которое мы неоднократно упоминали, в котором он дает обзор истории творения. И там Иосиф Хазай говорит, что у Бога в будущем веке есть место, где окажутся все праведники, место, недоступное для восприятия человека. Но, опять же, Иосиф Хазай имеет в виду пребывание человека, состояние пребывание человека в божественном свете, так он описывает будущий век, пребывание в свете Христовом. И Иосиф Хазай говорит, а Енох был помещен в тот рай, из которого Адам вышел. И для Иосифа Хазая умолчание, и для апокрифа пещеры сокровищ, на которые Иосиф Хазая был известен, и на которые он, весьма вероятно, опирался, и тот самый, в котором говорится о кристалловидном сиянии Адама, и тот самый, в котором говорится об отказе части ангелов поклониться человеку, хотя этот мотив появляется еще в ряде других произведений, в частности, Андрей Орлов разбирает их в своей работе о двух владычествах в небесах, в пещере сокровищ говорится о том, что рай находился на высокой горе, и этот мотив тоже встречается у разных сирийских авторов, встречается он у Ефрема Сирина, то есть рай, в котором находился Адам, описывается в конкретных географических категориях, но при этом он находился на большой высоте, и воды потопа его не затопили, как об этом замечает Ефрем Сирин, и про Еноха говорится, что он был помещен в это самое место, из которого вышел Адам, то есть вот такое интересное представление, нам, для нас необычное, Иосиф Хазаев говорит, что Бог поместил его в рай, там используется слово сирийское пардайса, вот от персидского слова, обозначающего сад, чтобы показать, что и люди, живущие в миру, и живущие семьей, тоже имеют часть в родительной жизни, что дело добродетели, дело восхождения, а словом я-труса буквально означает преуспеяние, восхождение, возрастание, им тоже доступно, вот я упоминал вам, что на прошлой неделе я встречался с представителями движения Фавор, вот связанные с издательством Никея, где я пытался найти пути осмысления сирийской мистики с точки зрения социального опыта человека, с точки зрения человека, живущего в миру и ведущего не то чтобы общественную жизнь, да, вовлеченного в социальную действительность. Я как раз вспоминал этот эпизод, связанный с вознесением Еноха, то, что Иосиф Хазай, обращаясь к монашеской аудитории, именно этот момент у Еноха находит важно подчеркнуть, что человек, который живет в миру, он имеет часть его родительной жизни, но помимо этого еще Иосиф Хазай говорит, что Енох должен был показать ангелам, что их труд, их забота о человеке, их усталость не напрасна, и вот он помещается в это самое место, и Иосиф Хазай объясняет, почему он помещается именно в рай, потому что он говорит слух о рае побуждает людей к добродетели, и он здесь повторяет фразу, которая звучит у него и в книге глав о ведении, он там тоже говорит, что имя рая побуждает человека к добродетели, а божественный свет человека исполняет любовью, которая его согревает или обжигает, то есть он соотносит представление о рае как обещание награды, и соотносит мистическое переживание божественного света как реальности будущего века, то есть вот Енох в этом ключе упоминается тоже, и в сирийской традиции Енох возвращается в свое первое наследство, возвращается в то, что когда-то было даровано его праотцу, и откуда Адам был изнан. А в еврейской традиции Енох получает функции даже посредника между Богом и ангелами. И вот как раз первая часть первой книги Еноха, да, и принято принято говорить о трех книгах Еноха, да, вот собственно первая книга Еноха, которая сохранилась полностью в эфиопском переводе, и значительные части сохранились в греческом переводе, и они были широко известны, и Милик обнаружил арамейскую версию книги Еноха, есть еврейские фрагменты, есть арамейские фрагменты, первой книги Еноха, найденные в Кумране, вот несколько экземпляров книги Еноха сохранилось в Кумранских Имилик написал монографию великолепную, в которой он соотносит арамейские фрагменты, найденные ими, с известной уже по эфиопскому переводу книги Еноха, но полностью она доступна в эфиопском переводе, а эфиопский перевод был сделан с греческого перевода, вот и начала она составляться, как я сказал, как считается, с третьего века до новой эры, есть вторая книга Еноха, которая вообще сохранилась в славянском переводе, то есть считается, что она была составлена в первом веке, вот и вероятно был иврит ее языком, но сохранилась она по-славянски, тоже завораживает перспектива изучения этой книги, подготовки ее издания, и есть еще так называемая третья книга Еноха, составленная в первом, в середине первого тысячелетия, вот которую называют еще книгой небесных дворцов, вот ее Игорь Романович Тантлевский перевел на русский язык, так вот, в первом отделе первой книги Еноха, здесь я вам вот собственно как принято первую книгу Еноха делить, это текст Игоря Романовича Тантлевского, первая ее часть, первые перед шесть глав, вот так называемая книга стражей, и там говорится об ангелах, которые спустились на гору Хермон, об ангелах, которые престились высотой дочерей человеческих, вот это перевод эфиопской версии книги Еноха, здесь ангел, который называется здесь в этой версии Семияза, но благодаря обнаружению арамейских фрагментов мы знаем, как звали этого ангелова, его звали Шми Хаза, то есть мое имя он узрел, Шми это мое имя по-арамейски, в библейском и арамейском будет Шми мое имя, в сирийском там будет немой, и глагол Хаза он узрел, Шми Хаза он узрел мое имя, да, вот здесь он у нас присутствует как Семияза и значит ангелы решили выбрать себе дочерей человеческих жены и тогда их начальник Шми Хаза сказал, что они не исполняют это дело и тогда он один будет искупать их грех и они дали заклятие и вот здесь говорят, что они сошлись на гору Ермон да, Хермон и вот уже из этого ясно, что оригинальный язык был семитским, потому что клятва, заклятие это Херем по-еврейски и Харма по-арамейски то есть это клятва ну и сам процесс заклятия связывается с именем горы Хермон и говорится значит о том, что у них родились спалины прожорливые которые в конце концов стали есть людей вот я еще думаю про аниме Атака Титанов которые сейчас смотрят школьники думаю, что в книге Еноха все было сказано и говорится о том, что разные ангелы научили людей разным вещам делать оружие научили значит их знамением да вот Кокабель это Кохавтель то есть звезда звезда бога например вот они научили их знамением и в том числе научили их косметики вот у подъезда в подъезде моего дома есть томатологическая клиника Дентель я подумал что человек придумавший название этой клиники явно был знаком с енохической традицией то есть так и думается Кохавель научил людей смотреть на звезды Дентель научил людей делать лечить зубы или чистить зубы да здесь видите значит есть еще Азазель который научил людей искусством и в том числе употреблению косметики берил и румяна украшению бровей в общем рассказывается про что разные с чему разные парши ангелы научили людей разным сокровенным знанием и запретным вот и значит человек придумавший название Дентель явно что-то узнал так вот дальше енох который к этому времени был который который пребывал пребывал с Богом который пребывал с ангелами значит говорится прежде чем это сокрылось прежде чем это случилось прежде чем совершился судьбожным падшими ангелами енох был сокрыт и значит енох обращается к падшим ангелам с обличением то есть енох оказывается посредником между Богом и ангелами и вот здесь в книге еноха описывается его видение вот значит вот тучи звали меня видение и облако звало меня движение звезд и молнии гнало и влекло меня и ветры видение дали мне крылья и гнали меня они возле сними меня в небо на небо я приблизился к одной стене которая была устроена из кристалловых камней и окружена огненным пламенем и она стала устрашать меня и я вошел в огненное пламя и приблизился к великому дому который был устроен из кристалловых камней Стены этого дома были подобны наборному полу из кристалловых камней, и почвой был кристалл, и его крыша была подобна пути звезд и молнии с огненными хирургами между нею и водным небом. Пылающий огонь окружал стены дома, и дверь его горела огнем. И я вступил в тот дом, который был горяч, как огонь, и холодный, как лед. Не было в нем ни веселья, ни жизни. Страх покрыл меня, и трепет объял меня. Ну и дальше он говорит о другом доме, у которого почвой был огонь, поверх была молния и путь звезд, и крыши был пылающий огонь. И дальше он видит возвышенный престол, его вид был как тень, и вокруг него было как бы блистающее солнце и хирургимские голоса. То есть опять знакомые нам образы. Кристалл, огонь, солнце. И к тому же этот престол окружает хирургимские голоса. Это отдельная тема, которой сейчас занимается Александр Преображенский в связи с представлением о первенстве хирургимов, а не серафимов, восточной сирийской традиции. И Иосиф Хазай, есть его знаменитое рассуждение в книге «Вопросов и ответов» о том, что именно хирургимы представляют собой высший чин, и он считает, что Денисия Реапагита, трактата «Небесная иерархия» был переведен неправильно. И он цитирует Деодора Тарского, который говорит о том, что хирургимы есть высший чин, и архангел Гавриил, который относится к чину хирургимов, есть вершина творений божьих, не считая человеческой природы Христа. И он есть посредник между Иисусом и всеми остальными творениями. Вот эта мысль у Иосифа Хазая повторяется неоднократно. Александр Преображенский нашел также в первом томе Исаака Серина эту мысль, и цензор Санкт-Петербургской духовной академии Архимандр Гавриил в 1811 году не считал, и не с чего было считывать эту аллюзию, и упрекнул автор этого текста, то есть преподобный в Исааковарианстве. Хотя он опять же ссылается на Диодорову идею вершины творений божьих, как архангела Гавриила. И Иосиф Хазая подробно это все обсуждает. Я надеюсь, что Александр Преображенский сможет у нас на семинаре сделать доклад на эту тему относительно ангелологии, и что особенно интересна рецепция ангелологии Иосифа Хазая в восточно-сирийской традиции. Получается, что мы видим, что у антиохийцев это представление восходит в антиохийской традиции, и вот с Диодором связывают первенство херувимов, и мы видим, что здесь у престола, который описывается как божественный престол, и описывается бог великий во славе, сидящий на нем, не говорится о том, не дается описание его как такового, он остается за пределами визуального восприятия. Говорится, что он славный и величественный, говорится про славные знамени вокруг него. Вокруг этого престола херувимские голоса, то есть вот это одна из параллелей между книгой Еноха и антиохийской традицией. И Александр Преображенский отмечал также другие параллели в сфере ангелологии, вот в плане представления о том, что ангелы несут на себе небесное светило, то, что Иоанну Филополу было непонятно у Феодора. То есть вот, ну очевидно, что первая книга Еноха была по-гречески доступна греческим читателям, и в послании Иуды упоминается книга Еноха и цитируется она эксплицитно. Но здесь для меня важнее другое. И Антон Анатольевич Войтенко, востоковед, участник нашего семинара по сирийскому языку, вот, и Нестор Кавадос, который издал и перевел мемору о правде божественной сущности, выстраивает цепочку преемственности между отцами антиохийской школы, между Феодором Упсуестийским и Деодором Тарским и сирийской традицией, вот, указывая на то, что учителем, учителем Деодора был Немесий, был Евсевий Емеский, который был сирийцем по рождению. И они отмечают связь антиохийской традицией с сироязычной традицией христианской. Вот если учесть, что Ветхозаветная Пешитта во II веке создавала, судя по реконструкции Вайсмина, в еврейской среде, видимо, в иудео-христианской среде, и судя по западным армиизмам в языке ранней сирийской литературы, который выделяет, обобщает Ян Йорстен и связывает это с языком раннехристианской традиции, устных или письменных текстов, которые проникли в Северную Месопотальню, в Крестинию, связь с еврейской традицией, ранней сирийской традицией была сильна. И в данном случае первая книга Еноха и вот этот ее отдел, составленный, вероятно, в III веке до новой эры, указывает на те представления, которые были популярны в иудаизме II храма, и которые могли проникнуть в раннюю сирийскую традицию и стать основой для определенных богословских воззрений антиохийской школы, которые в позднейшее время византийцам были непонятны, и которые, как вы видели из статей, присланных нами, были совершенно непонятны Иоанну Филакону, например, в том числе ангелологические представления Феодора. И давно меня беспокоит эта идея взаимосвязи этих традиций, и постепенно набираются связующие звенья. Может быть, не все будет ясно при свете истории, но то, что эта связь через несколько этапов существует, все больше становится очевидной. И в связи с этим, кстати, опять же приходит в голову и окончание книги «Стражей» первого отдела книги Енуха, 36 главы. Здесь говорится, «Я всякий раз прославлял Господа славы, который сотворил великие и славные чудеса, чтобы показать величие своего творения ангелам и душам людей, дабы они восхваляли его творение, и дабы все его твари видели дело его могущества, и восхваляли великое дело его рук, и славили его до века». Опять же, те из вас, кто получил в рассылке статью Тимура Аркадьевича Щукина о споре Иоанна Филакона и Федора Мапсуистийского, вот помнят, что для Федора Мапсуистийского все творения постигают незримое через зримое, и ангелы в том числе. Но и мы неоднократно вспоминали об этой идее на семинаре, потому что снова и снова эта идея повторяется в восточно-сирийской традиции. И лучший обзор этой традиции, этого мотива на русском языке дан диссертации Юлии Владимировны Фурмана, которую мы ссылку на нее выкладывали в телеграм-канале «Христианский Восток», и, кажется, мы посылали ее и в рассылке, и недавно Юлия Владимировна выложила эту диссертацию у себя на странице в Академии ИДУ. Она эти все мотивы у Феодорианских обозревает, их реализацию в восточно-сирийской традиции. Так вот, мы помним, что Иоанну Филакону это представление федоровское, что ангелы направлены скорее на творение, что они непосредственно зрят Бога в начале творения, а постигают через творение сначала величие Божие. Вот опять же здесь мы видим эту идею, когда говорится, что Бог показывает величие своего творения и ангелам, и людям. Вот еще одна параллель между первым отделом книгой «Стражей» в первой книге Еноха и антиохийской традицией. В общем, эти крупицы стоит собирать, и это крайне интересная тема про бытование. Отдельный вопрос – это судьба книги Еноха в сирийской традиции. Судя по тому, что Иосиф Хазаи говорит про Еноха, вот его непосредственного знакомства с текстом первой книги Еноха не обнаруживается. О существовании сирийского перевода книги Еноха сирийский перевод ее не сохранился. Да, вот Александр Преображенский отмечает, что есть сведения у Михаила Сирийца, которые нужно проверить. Есть много параллелей между первой книгой Еноха и книгой «Пещера сокровищ». «Пещера сокровищ» занимается Сергей Валерьевич Минов, преподаватель программы «Христианский Восток» в ИШЕ, сейчас он научный сотрудник в Институте классического Востока и античности. Вот здесь тоже, думаю, много значимого может выстроиться. И остается открытым вопрос. Это кристалловидное сияние и последующее огневидное сияние, через какие этапы оно могло проникнуть в мистическую систему Иосифа Хазаи. Было ли это проникновение через пещеру сокровищ, где говорится о кристалловидном сиянии Адама и огневидном сиянии его лица? Или было проникновение через какие-то иные традиции? Но в любом случае, эту параллель с первой книгой Еноха необходимо отметить, и большое количество параллелей с антиохийской традицией, представление о первенстве херувимов, представление о том, что ангелы отвечают за небесные тела и перемещают небесные тела, представление о том, что Бог творит так, что и ангелы, и люди видят и восхваляют его творение. В общем-то, это в книге Иова представление отражено, но и Федор на книгу Иова опирался. И, наконец, важные христологические параллели, о которых отдельно мы скажем. Все это побуждает к дальнейшему исследованию связи между этими традициями и подтверждает складывающуюся картину и у Кавадоса, и у Яна Йостена, что была связь между ранней сирийской традицией и еврейской традицией. Вот, значит, это пока наблюдения отдельные над первой книгой Еноха. И вот теперь, если возвращаться к проблеме зеркальных моделей Иосифа Хазаи, то я бы сказал, что здесь эта его зеркальная модель соединяет две богословские схемы. Одну я бы назвал схематично как невидимое через видимое, а другую я бы назвал моделью передачи славы. И о той и другой модели я упоминал в разных контекстах. И когда Иосиф Хазаи говорит о мистике, который становится зеркалом для божественного света, и который постепенно перестает отличать свое естественное сияние от божественного сияния, и в конце концов полностью облекается безвидным светом, облекается славой Божией, в этом описании Иосиф Хазаи обе модели соединяет. Я думаю, что могу вывести свой текст, над которым я сейчас работаю. Текст этот представляет собой примечание к описанию, собственно, примечание к главе о Моисея в том издании «Глав о ведении», которое мы сейчас готовим с Александром Преображенским, когда Иосиф Хазаи говорит о зеркальной модели, и что важно, он и применительно к христологии, эту зеркальную модель использует, говоря о видении божественного света через человечество Христа, и применительно к человеку, к мистическому опыту. И вот он соединяет. Значит, очевидно, что элементы Ивагрия Пансийского, о чем мы говорили, и очевидно, что библейские элементы, вот мы говорили про сапфировое сияние и говорили про кристалловое сияние, и даже сама идея безвидного света соотносится с изречением из книги «Второзаконие», когда Бог говорит израильтянам, что они не видели никакого образа, когда Он явился им на горе. То есть и вот само представление о безобразном Боге неоднократно появляется в библейском тексте. «Второзаконие», 4 глава, 15 стих. «Твердо держите в душах ваших, что вы не видели никакого образа в тот день, когда говорил к вам Господь на Хариве из среды огня». И вот соединяя элементы евагриевские, библейские, раннюю сирийскую традицию, Феодор модифицирует, не Феодор, а Иосиф Хазай модифицирует две схемы. Вот одна схема – это модель незримая через зримая. И вот мы сами только что вспоминали эту модель Феодора и вспоминали ее раньше о том, что шесть дней творения – это уроки богопознания для ангелов. Для антиохистской традиции ангелы, сотворенные вместе с первыми в числе первых семи природ, когда еще не высиял свет, когда они сами были во тьме, они понимали, кто они, для чего они созданы и откуда они взялись и созданы ли они. Бог начинает их учить, показывая им свое творение и творя голосом. И вот как раз Симур Ракадий Тимур Ракадий Ищукин хорошо эту модель описал, незримое через зримое. И вот, как я сказал, Юлия Владимировна Фурман показала в своей диссертации, как эта модель последовательно реализуется в восточно-сирийской традиции. И боговоплощение – это вершина реализации модели незримое через зримое, когда незримый бог делает себя видимым, зримым человеке. И понятие лица парцопа от греческого просопа на восточно-сирийской традиции связано в первую очередь с идеей внешней явности. Бог обретает в человеке свое зримое лицо. Вот это лицо не в смысле ипостаси троицы, которое на три ипостаси вечно существует, и лицами термин лицо используется для обозначения свойств каждой ипостаси. А применительно к Иисусу о лице говорится как о том, что делает незримого бога зримым. Бог во Христе обретает свое лицо в смысле, что это зримое его проявление. И вершиной оказывается богоуплощение. И вот когда Иосиф Хазаи говорит о мистике, который становится зеркалом для божественного света, который видит сначала свое естественное сияние, а потом через него и в нем видит сверхъестественное сияние, по сути, он реализует ту же самую модель, хотя уже он говорит о незримом сиянии. Иосиф Хазаи упоминает, что сияние Моисея было зримо окружавшими его людьми, но когда он говорит о мистическом опыте, он говорит уже о том, что видится внутри сердца, но тем не менее то же самое соотношение от естественного к выше естественному, от естественного сияния к сиянию божественному, то есть Иосиф Хазаи эту модель Федоровскую, незримое через зримое, переносит в сердце человека, дает ему чисто мистическое осмысление, осмысляет ее как вышеестественное сияние, через естественное сияние, Но сам принцип, нечто более доступное зрительному восприятию, через которое узревается невидимое совершенно, сам принцип здесь остается. Но при этом, когда он говорит о человеке, на который изливается божественный свет, когда человек видит себя в божественном свете и в нем более не различает естественное сияние, здесь еще используется модель передачи славы, которую подробно описывает Андрей Орлов, модель, в которой Бог сообщает творению свои атрибуты. И вот эта модель, мы ее знаем в первую очередь из седьмой главы книги Даниила, где говорится о Сыне Человеческом, которому дается вечное царство. Божественный атрибут сообщается Сыну Человеческому. И в разных христианских традициях этот Сын Человеческий понимается как указание на Христа. Но что особенно важно, именно в традиции Церкви Востока эта модель передачи славы остается одной из центральных моделей христологических. Византийская традиция главный упор делает на антологии, на антологическом единстве человечества и божества Христа, в единой ипостаси. И антология на первом месте стоит для византийской традиции. И восточно-сирийскую традицию, и Феодорас Несторием, и восточно-сирийскую традицию византийцы обвиняли в первую очередь в отсутствии антологического единства в их моделях христологической. А для Церкви Востока на первом месте идея откровения незримого через зримое. И, соответственно, модель передачи славы занимает восточно-сирийской традиции гораздо большую, имеет гораздо большее значение, чем византийской традиции. Модель откровения незримого имеет большее значение. И вот я по-прежнему предлагаю прочесть обзор Андрея Орлова при возможности тех памятников еврейской литературы периода второго храма, о том, как Еноху передаются божественные атрибуты, как Даниилу передаются божественные атрибуты. Вот. Говорится о том, как мистик-бизионер становится лицом незримого Бога. Вот. И разбирает Апокриф Лествица Иакова, например, отмечает Андрей Орлов этот мотив и в других текстах. И вот опять же здесь мы видим важные параллели с восточно-сирийским пониманием лица, как зримого проявления Бога. И опять же очень важно рассмотреть истоки этой еврейской модели. Я здесь вижу очевидные параллели с месопотамским представлением о Меламму, устрашающем сиянии, которое Бог передает либо другому божеству, либо царю. И новоассирийские цари часто говорят о своем сиянии Меламму, которое приводит в трепет их врагов, которое служит выражением их величия. И это сияние воспринимается как сияние божества, делегированное человеку. То есть это модель передачи славы другому существу, которое эту славу не имеет по своей природе. Вот здесь пока я общими набросками указываю на необходимость двигаться в этом направлении. И вот что важно, как я сказал, модель передачи славы, одна из определяющих в христиологическом языке церкви Востока. Бабай Великий говорит в книге Единения, что Бог дал человеческой природе все, кроме своей природы. Силу, славу, силу, господство, власть, честь, именование сыновния. Ибо Он воспринял человека в свое лицо для того, чтобы явиться в нем. Бог воспринимает человека в свое лицо, в сыновство. И одновременно именно в человеке лицо становится зримым. До воплощения это качество сыновства остается сокрытым от всех. То есть в этом смысле по-прежнему идея откровения в свинстерменном лицо сохраняется у Бабая Великого. И вот Он использует формулу, которую потом повторяет Иосиф Хазайда в своих христиологических главах. Бог дает человеку все, кроме своего божества, все, кроме своей природы. И в первую очередь напоминает славу, как то, что Бог передает человеку. Католикос Геваргис, который рукоположил Исаака Сирина во епископы, в посланиях и епископа Миния, один из ключевых текстов восточно-сирийской традиции христиологических. И он говорит, что в преображении незримый Бог явился через кному видимости, через ипостась видимости, то есть через зримого человека. И эта кнома облеклась лучами славы божества. И там же он говорит о втором пришествии. Ну и в преображении рассматриваться как прорубь второго пришествия. Когда придет сын человеческий в славе своей, говоря о втором пришествии, которое будет в славе и хвале, когда его человечество возблистает славным великолепием его божества. Здесь сразу несколько терминов для славы, и трудно было подобрать русские аналоги. Для них здесь и блистание, и славное великолепие, и слава, и хвала. Описывается опять же передача славы от Бога к человеческой природе. И через человеческую природу эта слава становится зримой. И католикос Тимотеус говорит о единой славе, господстве и сыновстве в чуде преображения. Образе раба и господина, то есть божественного человеческого, в единой славе, господства и сыновства. И Иосиф Хазая в главах о ведении, в первом фрагменте из новонайденных глав о ведении, говорит о созерцании Господа нашего, облеченного славою Бога Слова, обитающего в нем. То есть о созерцании человеческой природы Христа, облеченной славой Бога, пребывающего в человечестве Христа. То есть мы видим, что язык здесь очень консервативный. Язык обнаруживает здесь сходство с еврейской литературой эпохи Второго Храма. И опять же, это еще один момент, в котором восточно-сирийская традиция и антиохийская традиция обнаруживает сходство с ранней традицией еврейской, с еврейской традицией эпохи Второго Храма, и в том числе с первой книгой Еноха, но уже со вторым его отделом, с так называемой книгой подобий, где говорится о даровании и славе сыну человеческому. Опять же, важно проследить эти истоки, эти соединяющие звенья. Но пока в качестве рабочей реконструкции мы можем говорить о том, что учителя антиохийской школы восприняли положение сероязычной традиции, в свою очередь воспринятые из некой иудео-христианской традиции, в конце концов, восходящей к палестинской общине. И независимо от истоков этой модели, для Иосифа Хазаи обе модели были значимым, не хочется его дискурс употреблять, обе модели были для него актуальны. И модель незримая-черезримая, которая последовательно реализуется в восточно-сирийской литературе, и модель передачи славы, которая составляет сердцевину христологических описаний Церкви Востока. И Иосиф Хазаи тот, ту и другую модель, использует, говоря о мистике, говоря о человеке, которому дано от Бога его естественное сияние, который в мистическом опыте зрит чистоту своей души, как сапфировый свет, который, достигая первозданного состояния, видит кристалловидное сияние, и в нем, как в зеркале, как в кристалле, отражающем сияние Солнца, постепенно видит движение огня, и в конце концов свет Солнца-правды, который в конце концов облекает его всецело, когда он облекается безвидным божественным светом, и более не видит ничего, кроме него. Да, вот эта модель одновременно и у зрения вышеестественного через естественное, и модель облечения славы, которая представляет собой, которую можно в целом назвать зеркальной моделью, опираясь на образ зеркала и Иосифом Хазаи, и Шимоном Тайбусе, используемой, да, и вот опираясь на эти идеи, Иосиф Хазаи говорит об этом преображении человека в мистическом опыте, об узрении сверхъестественного сияния через естественное и об облечении его божественной славой. Ну вот те дополнения к зеркальной модели, которую я хотел сегодня сделать. Я думаю, что мы продвинулись в понимание ее истоков, мы видим, что здесь есть много направлений, в которых можно дальше двигаться, чтобы понять истоки тех образов, в которых мистики выражали свой невыразимый опыт. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok